Всем привет! Меня зовут Алиса Невьянцева и вы находитесь на моем канале. Это канал, который посвящен фитнесу, тренировкам, питанию и всему, что связано со спортом, похудением и правильным питанием. И сегодня я хочу научить вас составлять программу питания. Именно сегодня я расскажу, как посчитать калории, как посчитать и высчитать для себя правильное соотношение белков, жиров и углеводов, что это вообще такое и как составить самому себе план питания и плюс расскажу, что такое гибкая диета. Итак, готовы? Отлично! Тогда первым делом лайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропускать мои новые обучающие видео. А теперь мы начинаем! Итак, если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы хотите похудеть. И сегодня я буду вести видео вместе с доской, чтобы показывать вам все расчеты. В первую очередь, что же нам необходимо для того, чтобы похудеть? Чтобы похудеть, нам нужен дефицит калорий. Похудение – это дефицит калорий. Дефицит калорий мы можем создать только в том случае, если мы будем за сутки тратить больше энергии, чем мы потребляем. Для начала нужно рассчитать нашу дневную норму по калориям. Мой вес примерно 65 килограмм. Я знаю свою суточную норму для поддержания веса. И это примерно 2300-2350 калорий в день. Я оставлю вам ссылку внизу на калькулятор, в котором вы сможете рассчитать для себя вашу норму калорий для поддержания. Дальше, чтобы похудеть, нам необходим дефицит калорий. Любую диету лучше всего начинать с дефицита 500 калорий. То есть, мы от этой суммы отнимаем 500 калорий. Это будет тот дефицит, с которого мы начнем. Это получится 1800. Это та цифра, с которой чаще всего начинается моя диета. 1800-1850. Дальше, нам необходимо рассчитать норму белков, жиров и углеводов. На самом деле, самое главное в диете, это, конечно же, калории. Но при этом, белки, жиры и углеводы, в свою очередь, определяют то, как мы чувствуем себя на диете. 1 грамм белка, это 4 калории. 1 грамм углевода, это тоже 4 калории. 1 грамм жира, это 9 калорий. Быстро скажу о том, что не нужно убирать из своего рациона жиры, потому что жиры являются очень важной и неотъемлемой частью любой диеты. И убрав ее, вы можете только навредить своему здоровью. Особенно женскому организму жиры всегда необходимы. И по жирам, внимание, самый минимум, который можно допустить в жирах, 0,8-0,9 грамм на 1 килограмм веса. Это самый минимум, до которого вы можете опуститься. Среднее значение белка, которое всегда должно быть в норме, это примерно 1,5-2 грамма белка на килограмм веса. Углеводы обычно считают по телосложению, то есть по типу телосложения. Мы узнали, сколько калорий содержится в 1 грамме белка, в 1 грамме жира и в 1 грамме углевода. Дальше нам необходимо посчитать, какое количество чего нам необходимо будет потреблять в сутки. Самым первым мы будем считать белки. В последнем я стараюсь рассчитывать по 2 грамма белка на килограмм веса, так как это самое оптимальное значение. У меня вес 65 килограмм. Чтобы мне рассчитать мою дневную норму белка, я 65 умножаю на 2 и у меня получается 130 грамм белка. Как мы уже знаем, 1 грамм белка это 4 калории. Значит 130 мне нужно умножить на 4, чтобы узнать, сколько калорий я буду потреблять из белка. 130 умножить на 4 это будет 520 калорий. Следующим я буду рассчитывать углеводы. В среднем из общей калорийности 30-35% я отдаю углеводам. Поэтому мне нужно посчитать 35% от 1800 калорий. Это будет 630 калорий. Итак, 630 калорий я буду есть из углеводов. Давайте посчитаем с вами сколько это точно углеводов. Для этого 630 делим на 4. 157,5 грамм углеводов я буду есть в день. Жиры. Это будут оставшиеся калории. Что мы делаем? 520 это калории из белка. Прибавляем 630 это калории из углеводов. Получается 1150. Дальше нам нужно от 1800 отнять 1150. 650 калорий я буду есть из жиров. 650 калорий. Это оставшиеся калории. Это то, что осталось после того, как мы с вами посчитали белки и углеводы. Мы с вами 650 делим на 9. Это количество калорий, которые содержатся в одном грамме жиров. 650 разделить на 9 и 72 грамма жира. Что будет происходить дальше? Если я начинаю диету на 1800, то спустя 2-3 недели, может даже 2,5, я убираю еще 100 калорий. И это уже получается 1700-1750. И в этом случае я начинаю немного менять жиры и углеводы. Белок я всегда оставляю в одном и том же положении. То есть это 2 грамма белка на килограмм веса. 35% углеводов от общего количества я оставляю. 35% от 1700 это будет 595 калорий. И теперь считаем, сколько это в количестве. Это 148-149. Можно написать 149 грамм углеводов. И все остальное, как и было перед этим, отдается жирам. Считаем, 520 калорий плюс 595 калорий. Получится 1115. 1700 минус 1115. Получается 585 калорий. Будет отдаваться жирам. Это 65 грамм жиров. Я советую снижать калорийность только тогда, когда вес останавливается. И уже в течение долгого времени не двигается с места. Итак, снижаем еще на 100. 1600-1650. Когда у меня была калорийность 1700, я дошла в жирах до 65 грамм. Это 1 грамм на килограмм веса. Что вы можете сделать? Вы можете либо оставить эти значения и продолжить снижать количество только лишь за счет углеводов. Либо вы можете дойти до цифры в 0,9 граммов на 1 килограмм веса. Например, у меня это получится 65 умножить на 0,9. 58,5 граммов жира. Я могу съедать в день. Это будет 526 калорий. Все. Дальше, после этого, снижение начинается только за счет углеводов. Итак, считаем. 520 плюс 526. У нас получается 1046. 1600 минус 1046. 554 калорий у нас остается на углеводы. 554 делим на 4. Это 138 грамм углеводов. Обычно такие цифры происходят на предпоследнем этапе диеты. Это примерно 6-9 неделя диеты. И дальше чаще всего остается один этап, после которого необходимо сделать небольшую разгрузку. И смотрите, у нас остается еще один этап. Мы еще снижаем количество на 100. 1500, 1550. Когда у нас есть количество белка, которое уже есть, и мы его не меняем. Жиры мы ниже не опускаем. Мы убираем калории. Все 100 калорий мы убираем из углеводов. И получится у нас 454 калории. Это 113 граммов углеводов в день. А 113 граммов углеводов в день, это в принципе цифра вполне нормальная. Да, иногда будет очень тяжело, но тем не менее. Примерно вот так формируется план питания. Плюс-минус могут быть какие-то небольшие поправки в зависимости от вашего типа телосложения. Сколько вам надо сбросить, что вы больше предпочитаете. Например, я совершенно не переношу диеты с высоким содержанием жира. Но у всех это индивидуально. Кому-то это подходит, кому-то нет. Мне не подходит высокобелковая диета и кето-диета, потому что мне слишком на ней тяжело. Но это примерные цифры. Это чаще всего, как нужно составлять программу питания. Дальше уже вы должны подстраивать это под себя. В зависимости от своих переносимости, каких-то продуктов, как вы себя чувствуете и так далее. В первую очередь, всегда нужно помнить о том, что похудение происходит только из-за дефицита калорий. Поэтому в этом случае калории это главный показатель. Если дефицита калорий нет, то похудения тоже не будет. А теперь, что такое гибкая диета. Гибкая диета. Начнем с самого начала. Вернемся к началу диеты. Когда мы начинаем на 1800-1850 калорий. Гибкая диета подразумевает то, что 20% из общей калорийности, то есть из этого числа, вы можете отдавать своим любимым продуктам. Любим шоколадки, конфеты, пирожные, мороженое. Все, что вы больше всего любите. Если мы с вами начинаем диету на 1800 калорий, мы можем в день съедать 360 калорий из абсолютно любой пищи. Из той, которую вы хотите. Это примерно плитка шоколада. По сути, вы можете съедать спокойно в день одну плитку шоколада и в вашей фигуре от этого ничего не будет. Примерно так и работает гибкая диета. Но при этом остальные 80% должны быть обогащенные продукты. И, собственно, если вы впитаетесь на 1700 калорий, то 20% это будет 340 калорий. 1620% это будет 320 калорий. И когда вы дойдете до 1500, 20% это будет 300 калорий. Которые вы в день сможете спокойно съедать из всего, что вы хотите. Здесь стоит запомнить то, что если вы начинаете гибкую диету, то вам важно придерживаться именно этого правила. Только 20% не больше. И это действительно никак не навредит вашему организму. Почему я говорю, что главное дефицит калорий, а гибкая диета это очень и очень хороший инструмент. Дело в том, что если вы будете питаться на 2000 калорий совершенно чистых продуктов, вот тех, что там салаты, грудка, гречка, что-то еще, то вы будете вес терять намного хуже, если вы будете питаться на 1800 калорий, но по системе гибкой диеты. Чистое питание, оно не сделает вас худым. Вы можете целыми днями есть салаты на 2000 калорий и не худеть. Или же вы можете есть 1800 калорий, из которых на 360 калорий вы будете есть там мороженое или пирожное или что-то еще. И при этом ваши результаты будут намного-намного отличаться от тех, что были до этого. Поэтому, друзья, я надеюсь, что это видео было максимально для вас полезным. И теперь вы можете составить сами себе план питания. По крайней мере, вы знаете, сколько калорий содержится в одном грамме белка, жиров и углеводов. В описании я оставлю ссылку на калькулятор, в котором вы сможете рассчитать свою норму калорий для поддержания или похудения, или же набора мышечной массы. Если же вы не хотите совсем с этим заморачиваться, но вам действительно нужен план питания, в описании я оставлю ссылку на свой магазин, где продаются мои книжки. В которых есть три разных плана питания для разного уровня подготовки на 12 недель. То есть, все уже посчитано за вас. Количество белка, жиров и углеводов. Составляйте сами себе планы питания или обращайтесь к настоящим профессионалам. Итак, друзья, спасибо вам большое за этот просмотр. Пишите внизу в комментариях, понравилось ли вам такое видео и хотите ли вы еще что-то подобное. Если множество ответит да, то я обязательно сделаю что-нибудь еще. Расскажу о чем-то полезном или же если у вас есть какие-то ко мне вопросы, то обязательно пишите их внизу в комментарии. Я прочитаю на все, отвечу, а на самые интересные сделаю отдельные ролики. Не забывайте, пожалуйста, лайк, подписка и колокольчик. Для меня это очень важно и ваша поддержка для меня тоже очень важна. Когда я вижу ваши комментарии или то, что вы на меня подписываетесь, меня это мотивирует создавать все больше и больше видео. Жду вас в своих подписках. Спасибо вам большое. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok